Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, наши прекрасные девушки! Накануне 8 марта мы встретились с вами и с нашей замечательной гостьей Мариной Гусевой, которая проживает в Амурской области, Дальневосточного региона. Ну и золотой директор Фаберлип очень давно в компании, практически с первого года ее основания. И сегодня мы вместе с вами и с Мариной поговорим о многом, о разных вещах, которые, наверное, какие-то вещи вспомним, какие-то важно будет услышать именно сейчас. Ну и немножечко я хочу рассказать, Марин, свои впечатления про тот город, Благовещенск, в котором вы живете. Много лет назад, когда я впервые к вам приехала в командировку, прям очень давно было, даже не вспомню, какой год, поезд приехал очень рано утром, а так как это была зима, было еще темно. Я заселилась в гостиницу, у вас есть гостиница такая очень высотная, на какой-то верхний этаж. И, ну, конечно, первым мне интересно взглянуть на город, я открываю шторы, смотрю, а там невероятно все в огнях, стоят какие-то небоскребы, все мерцает, колесо обозрения, все это горит, светится. Думаю, ничего себе, какой город Благовещенск, оказывается круче, чем Хабаровск даже. Лос-Анджелес. Да-да-да, вот прям такой Лос-Анджелес какой-то невероятный, я думаю, вау, как круто, надо погулять. Но как на ладони, прям рядышком, ну, чуть попозже, когда наступило утро уже световое, да, когда я второй раз подошла к окну, открыла и поняла, что это Благовещенск, что это Китай. И вот особенность вашего города Благовещенска, пожалуй, такая, которая отличает от других городов дальневосточного региона, да, пожалуй, наверное, вообще всех городов России, это такая близкая вот территориальная граница с Китаем. Он у вас меньше, чем километр, буквально через реку, через Амур, там уже набережная Китая, можно увидеть, как они там гуляют, да, вот. И, ну, наверное, с этого начнем. Все-таки расскажите прям очень коротко о вашем городе, в котором вы живете. Расскажите о том, живете ли вы там с рождения или приехали туда, то есть вот как вообще у вас там обстоят дела? Спасибо, Евгения, за вопрос. Всегда о своем любимом городе приятно говорить. Ну и пользуясь случаем, я хочу поздороваться со всеми, пожелать действительно этот радостный весенний день, предвкушение женского праздника, когда мы все наполняемся энергией. Пожелать вам всем любви, добра и счастья. И, конечно же, мирного неба над землей, которое сейчас особенно актуально. Я родилась в городе Рачихинске, это Амурская область. Ну, а так всю жизнь прожила в Благовещенске. У нас раньше был город пограничный, то есть к нам можно было ехать только по визам или паспортам с пропиской в нашем городе. И у нас было даже запрещено на набережной делать снимки Китая. Действительно, у нас граничит река, и это всего 500 метров, то есть это полкилометра всего лишь. Да, то есть это вообще совсем близко, то есть мы не только это близко все видим, но и два года назад мы тогда могли ездить даже для того, чтобы просто поужинать, потому что все любители китайской кухни. Ну и, конечно, в наших глазах происходило те изменения, которые были там. То есть если я помню еще даже в студенческие годы, там было несколько буквально труб, то сейчас там действительно вот Лас-Вегас, то есть все светится ярко и празднично, радостно. И мы не только слышим, как они там поют, но и слышим, как они там работают. Они очень трудолюбивые, и они действительно работают, можно сказать, даже по ночам. То есть там что-то стучит, гремит, и они не продолжают это даже вот в это вот сложное время. У них же не так давно, ну как не так давно относительно, ну был Новый год позже, чем у нас. Наверное, вы слышали празднования, салюты, фейерверки, и, наверное, тоже было красиво для вас там. Ну мне еще очень сказочно повезло, потому что я родилась 7 февраля, и сначала, когда я не знала об их праздниках, то есть по молодости, когда я выходила на балкон, то есть я как-то повезло, что я все время живу рядом с набережной, переезжая из одного дома в другой. И когда я выходила на балкон, я видела вот эти салюты, такая вау, это в честь моего дня рождения, такая радость и такое приятное событие. А потом оказалось, вот выяснилось, что не всегда 7 февраля, то есть бывают по-разному. Но действительно, они очень любят фейерверки, и они у нас гремят, и у них есть праздники, праздник фонарей, где тоже это все происходит ярко и радостно. Ну вот умеют они жить, веселиться, радоваться, несмотря ни на что, у них всегда улыбка на лице. И у них есть вот эта вот знаменитая их пословица, что кризис, вернее, даже не пословица, а менталитет, что даже в кризисе у них два древнего в этом слове, которые все знают, это возможность и опасность. И, конечно же, мы выбираем возможность. А Марина, вы мне еще вчера об этом рассказали, я прям думала, что мне очень хочется как-то показать этот иероглиф и написать об этом отдельно, потому что это вообще великолепно. Спасибо вам за то, что поделились этой информацией, это очень-очень здорово, это прям так сильно мотивирует, прям классно. Ну а что касается дня рождения вашего, который совпадает практически довсегда, даже с китайский Новый год он же празднует длительное количество времени, ну как мы 10 дней, так и они тоже празднуют 10 дней, и поэтому в любом случае можно попасть где-то. Ну вот я так думаю, что вот этот момент и какие-то другие моменты действительно вас делают какой-то необыкновенной и особенной. Я же всегда говорю, что вы главная дальневосточная фея, потому что на самом деле от вас идет столько волшебства, столько позитива, оптимизма, это вот просто невероятно. Правда, вот хочется вас обнять, вот и долго стоять прям обнявшись для того, чтобы напитаться вот этим таким чем-то хорошим, светлым, добрым. И люди вас окружают такие же, и любят вас все тоже. И я точно знаю, что вот сейчас именно в этом эфире, именно в это время должны были быть именно вы, потому что вот, наверное, от вас можно услышать те важные слова, какие-то поддержки, слова, внушающие оптимизм, что, ну, ребята, все у нас будет, все у нас будет слава Богу. Марина, вот пожалуйста. Ну, на самом деле мы же все сами создаем свою реальность и сами делаем выбор в сторону возможности или опасности. И самое главное не поддаваться страху. И мы вчера тоже говорили о том, что у каждого состояния есть свои вибрации. И если страх работает на низких вибрациях, то нам сейчас пришло это время, когда нужно думать о том, как привести себя в состояние высоких вибраций. Любовь, вот одно из этих слов, это то, которое дает эти вибрации. Ну и, конечно же, существуют определенные техники, вот эти феи, да? У меня даже, кстати, внучку зовут, фея, ну, это по-китайски. Мы по-русски называем ее фея, думаю, домашнее ее имя. А так она у нас Мэй Кэй Тин Фэй, ну, тоже созвучно. Потому что в китайском языке, если по-китайски, Мэй Кэй Тин Фэй. Как красиво. То есть там тоже фэй, это летящая. То есть это тоже какое-то вот такое волшебство в моей жизни. Она живет в Китае, да, внучка? Да, у меня вся семья живет в Китае, моя дочь, и у нее четверо детей, четверо внуков. Моему старшему внуку исполнилось 21 год. И он вот, получается, почти ровесник. Когда вот я была на его рождении, приехала, то, включив телевизор, услышала, что у нас есть какая-то кислородная косметика, которая занимается с 1998 года, и знала, что это только единственная у нас, а назывались мы «Русская линия». И тут я приезжаю, и с экрана реклама «Фаберлик», первая косметика, кислородная косметика номер один в мире. Я прибегаю на склад и говорю, как так вообще, какой-то «Фаберлик» появился? Мы же, они говорят, так мы же теперь «Фаберлик». Вот, это как раз было после рождения моего первого внука. И вот мы говорили с вами про то, что мы с вами выбираем, что каждый может выбрать свою реальность. И чтобы быть в ресурсном состоянии, я часто использую и советую использовать техники, которые к этому приводят. Ну вот «Семарон» – одна из техник, про которую мы говорили. Ну это более, скажем, сложно, здесь немножко теоретически нужно рассказать. А такие простые банальные вещи. Вот мы вчера уже говорили про один из примеров, когда можно себя одновременно гладить. То есть это получает техники биполярной стимуляции, а другой, допустим, стучать. Ну, есть еще, допустим, техники более, так скажем, простые. То есть наша задача просто, чтобы работали сразу лопом шаре. То есть мы просто берем ручку. Это, можно сказать, волшебная наша палочка. Начинаем глазами следить вправо-влево, вверх-вниз, по диагонали и так далее. И когда мы как-то… Мы сами влезли вводим. Да, ручка – это волшебная ваша палочка. И вы делаете головой, не двигая, только глазами. Право-влево, вверх-вниз и по диагонали. И вы даже почувствуете, что у вас уже изменилось состояние. Можно точно так же одной рукой себя хлопать и так далее. Нет, ну давайте я тоже практически попробую. Так, так, так. А, оно меняется, да? Кулачок? Рука не меняется, просто получается, что… Кулачок, левый, ручка, да? Так? Нет, это можно… Разницы нет. Кулачком, ручка. Как вы почувствуете, вам удобно? Главное, что вы левой рукой скучите по правому плечу, а правой рукой по левому. Вы попробуйте себя похлопать. И зрителям нашим тоже предлагаю это сделать. И буквально несколько минут, и вы входите в совсем другое состояние. Прямо, вот правда, эта ручка, Марина, вообще классно. Прямо ощущения совсем другие. Да, есть еще такие, называются новые коды на УПИ. Эти упражнения, когда вы попробуете об одной рукой нарисовать квадрат, а другой треугольник. Это сложно. Да, это сложно, но когда вы фокусируетесь на этом, вы потом постепенно, вам становится это легко. И вы не только можете себе помочь, вы предлагая такую методику, в которой видите, что находятся в состоянии неопределенности, конечно, тревожности, то вы тем самым можете им помочь. Ну или вот, допустим, рифму что-то сочинять. Это вот мы делали с Инквейн, да, когда у нас стихи сочиняли, да, всевозможные. Или, допустим, попробуйте пощелкать пальцами, какой-то придумать ритм, раз, два, там, три, четыре, пять, шесть, семь, вот. И в это время нужно делать в одном ритме, а считать до ста совсем в другом ритме. Это тоже сложно, но это получается, действительно переключает и что-то меняет вот в наших обоих полушариях. Вот, и это мы сейчас говорили с вами про то, какими действиями, да, что-то можно сделать. Но, кроме того, у нас еще есть мысли, которые мы тоже сами выбираем и держим фокус с самого утра. Потому что главная работа разума – это контрольный отход мыслей. И мы сами выбираем, что нам с утра для себя придумать. И если вы просыпаетесь и даете себе установку и запускаете мысли, что сегодня обязательно с вами произойдет три интересных события, грандиозных, или там три встречи, или что-то одно такое запоминающееся и важное, но просто которое вы назваете чудом, то это обязательно случится в вашей жизни. И еще вот здесь хорошая методика для того, чтобы все-таки поверить в то, что вы волшебники, в то, что вы хеи, потому что на самом деле все хеи, все волшебницы. Надо просто разбудить ее в себе. И вот когда я тренировалась первоначально, когда только познакомилась, мне очень понравился пример, когда ты начинаешь все, что бы ты ни сделал, ты это завершаешь тем, что это твое желание исполнилось. То есть прежде, допустим, я наколдовала, да? Нафиячила. Мы не колдуем, мы фиячим. И когда, допустим, утром проснулись и захотели сделать зарядку, прежде чем ее сделать, скажите, я хочу сделать зарядку. А когда вы ее сделаете, обязательно вот эти щелчки, которые помогают заикорить в вашей памяти. Все мои желания сбываются. И вы сами не заметите, как на самом деле ваши все желания начнут сбываться. Здорово. Марин, вы давно, вот в этом во всем, вы давно пришли к пониманию, что Вселенная работает именно так, мир работает, там просто все, что вокруг нас действует именно так. Ну вот я тоже... Хороший вопрос. Знаете, вот я сейчас сама немножечко, может быть, вас наведу на ответ. Я просто, знаете, что заметила? Заметила сейчас это, когда вот, ну, события меняются какие-то. Я заметила, что те наши лидеры сетевые, да, те наши директора, которые приходили в компанию тогда, да, в 90-е годы, когда было непростое, кризисное время, вот у них тогда все получалось, они сейчас смотрят на все события совершенно иначе. Я была удивлена оценком реакции наших директоров. Вот это вот, я говорю, такая сильная старая каста, старая в том смысле, что давно с компанией. Это люди, которые... Вот любое действие, уверенность абсолютная в том, что все, что вот, ну, сейчас происходит в компании, все, что сейчас предлагается, это все верно, и что все будет хорошо. И это вообще не первый раз, когда страна переживает не самые простые времена. И, в общем-то, ну, все сложится благополучно в итоге. И что, как вы сказали, да, вот китайский этот иерогрик, кризис, да, люди видят возможности, вот правда возможности. И это причем люди, которые 25 лет в компании, которые уже видели, ну, много всего. Я просто хочу сказать, что, может быть, интуитивно, вот эти люди, да, вот они именно... Волшебники. Волшебники. Они волшебники, они просто от природы такие. Когда-то же в 90-х мы не говорили об этом, помните? Мы же не говорили о том, что вот там мысли материальные, вселенная, все такое. Мы просто это делали. То есть это просто внутри было. Интуитивно. И люди, да, и люди мыслили правильно. Вот. Это потом уже пришли к пониманию и стали учить другие поколения, что это вот так вот. Ну, как-то разобрались, как-то поняли эти законы вселенной. А тогда просто интуитивно, вот это люди, которые сами по себе такие. Вот мне кажется тоже, что у вас, вы не приходили к этому, вы просто вот такая есть. А потом поняли, наверное, что происходит и как это связано с этими законами. Ну, сначала хочу сказать, что про свое рождение, да. То есть мама мне рассказывала, что они жили на глубоком севере. То есть там вообще было очень холодно и жили очень бедно. И когда они приехали по распределению отца, то мама ходила беременная и в доме была дырка огромная на потолке. И она была просто заклеена таким плакатом. А на плакате было написано, а ты все равно улыбайся. И возможно, как раз в это время вот это что-то заложилось. Потому что я очень рано начала интересоваться возможными аффирмациями, что там изучала правдину. В 98-м году я пришла в компанию и получается, что практически одновременно познакомилась с психологом, которая как раз рассказала мне про систему Симарон. То есть это был практикующий психолог. То есть в 98-м год уже знали про Симарон. В 98-м году я первый раз, ну, скажем, даже, наверное, не в 98-м, а в 99-м, наверное, то есть я уже где-то год проработала в компании. То есть это так совпало, что та история, которую я вчера рассказывала по поводу того, что мы оказались в ситуации, когда у нас было огромное количество продукции, по ценам в два раза больше. То есть за день цены изменились. Это опять-таки в тему кризисов. То есть есть кризисы, которые происходят в стране, и мы видим, что наша компания прошла все эти кризисы. И есть еще кризисы, которые происходили и внутри компании, ведь это же не секрет, да, там тоже самое изменение маркетинга плана. И каждый раз, когда что-то приходило, или, допустим, у нас были пункты выдачи, а потом нам пришлось самостоятельно что-то делать. И каждый раз многие воспринимали это как внутренний кризис. И было очень трудно принять. Но по прошествии времени мы понимали, насколько мудр наш президент. То есть он как его любимое слово, я все делаю для того, чтобы соломку вам подстелить. И мы через какое-то время видели, что это действительно подстелил соломки. То есть все стало намного лучше. Я уточню для слушателей. Вы имеете в виду президента, который был тогда в компании «Фаберлик», Алексей Геннадьевич Нечаев. Ну, он сами, да, мы все знаем, что недавно он передал полномочия. Вот сейчас у него немножко другие задачи, приоритетные. Но тогда, да, просто чтобы люди, наши слушатели, не подумали, какого именно президента вы имеете в виду, Алексей Геннадьевич. Ну, для меня это президент, даже несмотря на то, что сейчас он передал полномочия. У нас даже такая история была по поводу президента. Вы, наверное, слышали, да, вот когда, что еще было замечательно в компании, что всегда шла, то есть всегда думали, каким образом нас учить, образовывать, повышать наш уровень знаний. И это были золотые сессии, это были, ну, действительно, проектные сессии настолько, меняли мировоззрение, отношения, и как раз вот они нарушали вот эту веру. И однажды на одном из мероприятий, на одной сессии, получилось так, что мы играли в игру, и надо было угадать, что написано у каждого. То есть у меня там на спине было написано Путин, а у Антонины на спине был написан кактус. Ну, что это кактус? То есть мы учились правильно задать вопросы. И задавая правильно вопросы, я пришла, значит, угадала, что там кактус, а Антонина никак не могла понять, что написано у меня. И вот она задавала вопросы, а может ли этот человек сделать все, что, ну, и так далее, и так далее себе. Да, 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 ну, скорее же это слово. И она такая говорит, так, это слово президент. Все такие, ой, слава богу. А еще всем надо было бежать на обед, и все торопились, чтобы быстрее закончилось это упражнение. А одна такая девочка, которая хорошо знала Антонину, говорит, так, 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 подожди-ка минуточку, там же не президент написано. Ты скажи, какой президент? Она говорит, ну, как какой? Нечаев, единственный президент, который существовал в этом мире, это был Нечаев. Вот, и... А, извините. Говорите, говорите. Да, я просто хотела подвести, потому что раз мы уже так, ну, начали про то время говорить, хотела уже и задать вам вопрос о том, как вы попали в компанию «Фиберлик», то есть кто вас пригласил, когда это было, какое время, я имею в виду, ну, понятно, 98-й год, что за сезон был, что за человек это был, который вас позвал в компанию, почему вы пошли, что вас заинтересовало здесь, вот об этом немножечко расскажите. Ну, получилось так, что я вот до 30 лет говорила уже, да, что вообще не пользовалась косметикой. Ну, во-первых, выбрать было нечего, во-вторых, вроде как гены позволяли, ну, а вот в 30-ти у меня прям резко начались возрастные изменения, появились морщины, я стала искать, где же то волшебное средство, которое может, не поможет решить эти проблемы. Она шла, ну, в нашу российскую компанию, все вроде бы нравилось, но тут параллельно мой косметолог, профессиональный косметолог, говорит, слушай, ты знаешь, я сейчас на просторах интернета прочитала, тогда только-только вот это все, у меня не было интернета, у него почему-то уже был, и она говорит, вот я вот там услышала, что вообще мне нужно для профессиональной косметики Кенезар, то есть и там такие формулы, там все шикарно, но говоря, что сейчас они передали свое право в пользование, во-первых, что роглеродами, своим аквактемом, только, значит, компанией «Русская линия», а «Русская линия», значит, сейчас развивает сетевой бизнес, вот, а так как у меня вот был такой начальный, небольшой опыт уже работы другой сетевой компании, то я приняла ее предложение с интересом, давай-ка попробуем. И с Новосибирска первую посылку мы получили, разобрали ее, и вот я пришла, вот эта масочка красоты тайного действия нанесла на лицо, у меня была тогда кошечка, и она прям с такой любовью стала меня нюхать и облизывать, а на предыдущей косметике, которую пробовала, если там было написано, что это содержит икру-рыб, то там пахло прям вот конкретно вот икрой, да, и почему-то моя кошка это не воспринимала, а здесь маска красоты, тройного действия, и такое название, и так она вкусно пахнет, и главное, что дает такой результат, и вот это стало тем, что мы начали проработать. Вашу судьбу и ваш жизненный путь предопределила ваша кошка, да? Конечно. Доверяйте природе, да, доверяйте нашим животным, они не обманут. И вот, когда мы начали проводить первый мастер-класс, это все вот как-то так засосало, и когда где-то через год, наверное, у нас еще параллельная линия, Петка есть в Луговичинске, Ирина Яковлева, Игорь Доможевских, они открыли пункт выдачи, если вы первый, и уже мы стали покупать продукцию там. И вот постепенно, постепенно стала изучать сам сетевой маркетинг. И так получилось, что вот именно на кризисе, когда произошла, то есть компания Фаберлик приобрела фабрику, то есть тоже всегда привожу как пример, то есть у нас был продукт, допустим, молочко, которое было 100 миллилитров, и стоило 150 рублей, то потом резко 150 миллилитров молочка стало стоить 100 рублей. И это благодаря тому, что у нас появилось собственное производство. Но так как мы об этом узнали до того, как приобрели по более дорогому прайсу, то естественно... То есть вы не знали, что так купили? Да. Мы сначала купили по дорогой цене. Да. А потом на следующий день оказалось, что это стоит все в несколько раз дешевле. Ну, по-моему, там процентов на 30. И наша задача была хотя бы просто вернуть свои деньги. Потому что, естественно, что мы у них хотели, чтобы для покупателей это был дискомфорт. Нам самое главное было вернуть свои деньги. И вот тогда как раз психолог, которая меня познакомила с Симароном, она говорит, давай-ка мы с тобой поедем, ну, рассказываем ситуацию. Я говорю, я не знаю, что делать. Я просто... Ну, вот тогда тогда страх, да, то есть, который парализует все. Вот чтобы выйти из него, она мне предложила по Симароне. Я говорю, да что же это такое? Она говорит, да поехали. И вот мы поехали, где-то под мостом мужские трусы коптили первый раз. Ну, это немножко дико так шокирует. Вот. Ну, меня до сих пор... Вот недавно нашла фотографию, где мы с этими в этих трусах одни трусы мужские одели вдвоем. Она в одной штабине, я в другой. Знаете, я недавно, Мария, вот разговаривала, я недавно пыталась вспомнить, что вы приговаривали. Не помню никак, что-то там трусы копченые. Коптись все трусы копченые на удачу заряженные. То есть здесь, да, главное, что чем это будет нелепо, тем это даже лучше. То есть здесь факт то, что опять-таки как вот с этим совсем, да, переключается ваше сознание, и вы начинаете искать все пути. То есть вы начинаете понимать, что можно все. И все у вас получается. И вот тогда на кураже мы это сделали все легко. И просто... Я уже вчера об этом рассказывала. Ну, достаточно длинная история, да, если хотите, могу повторить. Ну, я думаю, может быть, другие есть еще вопросы. Ну, историю вы имеете в виду, как вы поехали, да, и как у вас начали... Проводили мастер-классы, да. Как вы мастер-классы, росла команда. Вот, Марин, расскажите, да, так вот достаточно, может быть, коротко, сжато, но расскажите, потому что это интересная история, потому что вот сейчас как раз, мне кажется, она очень актуальна. Потому что мы наскучались по живым встречам, потому что мы наскучались по презентациям, мы наскучались по мастер-классам, И мы наскучались, знаете, вот по такой, наверное, классной презентации продукта, потому что, ну, мы привыкли немножко маркетинг вокруг других вещей крутился, да, вокруг там экономии, каких-то скидок, еще чего-то. И порой в потоке вот этого информирования, да, и возможностей мы забывали рассказывать про сам продукт, про то, что у нас он классный. И вот вчера я говорила, сегодня я забыла сказать, да, в предыстории, у вас ведь в Благовещенске еще такая особенность у всей сети, да, у вас там редиректоров много, вы практически все имеете медицинское образование, то есть вы люди, которые разбираетесь в продукте очень хорошо и понимаете, что и как, да, какие компоненты на что влияют, как это все работает. И вот очень хочется услышать эту историю. Пусть она будет второй раз звучать, ничего это, мне кажется. Добиться. Ну, действительно, такая история, которую приятно очень вспоминать. Ну, сначала у нас получилось так, что вот как раз Ирина Яковлева, вот это та ветка, где у них практически все доктора. А в нашей ветке, вот у меня медицинское образование, то есть я в 95-м году родила дочь и одновременно закончила медицинский, сейчас называется медицинская академия. Я даже работала на сети патологии дыхания и занималась научной работой, изучением глюкозами на гликанов, электрофореза путем глюкозами на гликанов в поле акриламидном геи. И, кроме того, занималась еще психосубъективной, гипносубъективной психотерапией. Уже это. Ну, вот это настолько в памяти остается, что, знаете, как это, таблица дважды два. Ну и вот. И вот Ирина Яковлева, она, конечно, умничка, первый раз провела у нас в городе мастер-класс, и мы такие вдохновленные. На этом мастер-классе как раз я познакомилась с Лазаренко Светланой Дмитриевной. Это мой директор, который сейчас, у нее есть пункт выдачи, один из пунктов выдачи у нас в городе Благовещенске. И вот она такая, она пришла, причем это вот опять-таки про рекомендации, то есть мы бы с ней не познакомились, если бы я другую подругу свою не пригласила на эту презентацию. Она говорит, можно я приду со своей подругой? Я говорю, конечно, можно. И вот Светлана настолько вдохновилась тем, что она увидела, потому что у нас и мастер-класс был такой показательный, и шариков у нас было много. И вот она говорит, когда после этого мы оказались с этими коробками, мы вместе с ней оказались заложниками, снижение цен. И она говорит, ну что, и вот после Симарона она мне позвонила и говорит, слушай, у меня есть родственники врачихинские, у мужа есть возможность предоставить, там, он работает в Телекоме, и у него есть квартиры, где мы могли бы с тобой пожить. Давай с тобой пройдем в Праморской области. И одновременно с нашей мастер-классами. У нас еще был Архангель Гавриил в русской линии. И символом, то есть вот эти крылышки, которые мы взяли, например, в нашем мастер-классе, который проводил Ирина Яковлева. И вот у нас две девочки в беленьких платьишках, Света, внучка и племянница. Они были подготовлены для того, чтобы встречать гостей. Но мы приехали в незнакомый город, и мы не знали, а что же, с чего начать. Но первым делом мы пошли, нашли кафе. Кафе небольшое, 30 человек, но в этом кафе можно было поужинать там, тогда получалось где-то рублей за 50. Вот мы решили, что 60 рублей будут стоить билеты, потому что 10 рублей мы заложим на то, что нам же надо чем-то завлечь. Ну ладно, только мастер-класс, надо же какой-то еще, и чтобы люди с подарками шли. Вот мы решили, что у нас будет лотерея. И вот дело сделано, мы договорились. Остается у нас часов пять. Мы выходим, и недоумение, а как мы в незнакомом городе сейчас распространим эти 30 билетов. Говорит, так, слушайте, здесь единственное есть такое значимое место, где есть там принтер, где можно это напечатать. Это востокуголь. Я говорю, ну хорошо, а нас туда не пустят, там же пропускная система. Она говорит, так, нас пустят, все, вперед. Мы заряженные на удачу. Зашли, говорим, так, у нас говорят, что, нам сказали, что ваши, ну вот эти все фразы, это что же все, все нас учили. И мы заходим, говорим, так, нам сказали, что у вас в бухгалтерии есть женщины, которым очень интересуется косметика. Ну ради наших женщин, мы вас, конечно, пропустим. Мы приходим, спрашиваем. Так, вы знаете, девочки, нам очень нужна ваша помощь. Нам нужно напечатать билеты. Они говорят, ну ладно, хорошо напечатать. И вот они печатают билеты, и пока вот выходят вот эти листы, которые потом мы сможем развивать, они читают текст. Говорят, так, подождите. Мало того, что вас пустили, вам еще и там билеты напечатали, да? Да, и пока напечатали билеты, они прочитали текст и говорят, о, это что, сегодня? Мы говорим, да, сегодня. В шесть часов? Да, в шесть часов. Шестьдесят рублей стоит. Мы говорим, да, шестьдесят рублей. О, а можно мы вас купим? То есть они практически напечатали и тут же все это купили. Увидели они нас в первый раз, мы никого не знали. То есть, видимо, вот эта энергетика, вот это желание, вот эта появившаяся возможность, которую мы увидели, она дала нам вот притяжение. То есть мы просто притянули этих людей в свою ауру счастья и красоты. И когда мы вышли со Светланы, то все билеты были проданы, потому что они тут же позвонили там в соседние дела, со всех, не только там с бухгалтерии, со всех этажей. Девчонки прибежали, купили. Потому что всегда женщины хотят праздника. А тут мастер-класс, а тут еще розыгрыш, а тут еще кафе, где можно вкусно посидеть. И в результате, когда мы вышли, Светлана говорит, слушай, у меня такое ощущение, что мы как с тобой, как Остап Бендер. Да. То есть сделали, ну и, может быть, они все-таки позвонят там, кто-то позвонит вам, чтобы дозвонились, да. А в кафе спросят, ну, действительно ли. То есть при нас никто это не сделал. Говорим, ну, наверное, мы когда уедем, все-таки они это сделают. И когда мы уже красиво одели, взяли наших девчонок, ну, мы были на такой красивой сеней машине с шариками, и мы подъезжаем к этому кафе, и первое дело спрашиваем, скажите, вот пока нас не было, кто-нибудь звонил? Говорит, да, звонили мы. Ну, слава богу, не все еще люди тут такие доверчивые. Он говорит, звонили и спрашивали, а есть ли еще билетики на ваше мероприятие? То есть в результате мы там полностью какие столы были, подоставили дополнительно, и мастер-класс был очень показательный, потому что действительно там есть такая особенность, ну, это восток уголь, и что вот темная кожа, да, то есть она как забивается этим, а если за ней не ухаживать, она прям приобретает такой достаточно серый цвет. И вот эта маска тройной красоты, там абонцер, и все это, когда мы сделали, все вот так немножко приподнялись, когда последнее движение, все увидели сияющее лицо и сияющие глаза модели, потому что она была в таком восторге, то есть она ничего не виделась у лица, она просто получила удовольствие, радость, наслаждение, и все уже на низком старте, где же это можно купить, а тут мы еще, кто-то первый, там, пять человек, тому там скидка 10%, и все настолько ломанулись в эту комнату, где была коробка, то есть там ничего не осталось, я даже, то есть снесли даже меня, то есть Светлана там стояла, ждала, а я вот только, я еще не договорила фразу, все уже туда прибежали и расхватали все моментально. Вот, ну, про налоговую тоже рассказать? Да, это интересно, ну, конечно, расскажите. Тогда еще получается, что мы не были индивидуальными предпринимателями, и были только первые произнесенные в этой компании информация, что надо легализоваться, то есть надо обязательно открывать предпринимательство. и предупредили, что будьте осторожны, потому что продавать вот таким образом нельзя, и к вам могут быть вопросы, и даже там говорили, как надо отвечать на эти вопросы. Поэтому, когда вот в эту комнатку зашла женщина, ну, тогда было сразу видно, да, по стати, что это не просто женщина, что это налоговая с очень серьезным выражением лица, с корочкой, она сказала, я из налоговой инспекции. У меня была пауза. Шок. Ну, думаю, все, что сейчас будем. Стали вспоминать фразы, которые нас учили говорить в этот момент. Она говорит, так, мне не досталось, но она же не бежала совсем вместе, потому что она же достойна большего. Мне завтра нужно, чтобы в такой-то кабинет налоговый вы принесли мне, вот все, что вы делали сегодня модели, вот все, что вы делали модели. Мы такие, конечно, с удовольствием. И на следующий день с этой же машиной голубой, с этими же шарами, мы подъехали к налоговой. Я говорю, Свет, ну на всякий случай, давай ты остаешься в машине, а я пойду отнесу. Думаю ли, вдруг меня же стоит, будет кого спасать. И когда я поднялась, я отдала, послушала укрюки, что как же так, мы их не пригласили всех. Мы пообещали, что приедем еще. И я спускаюсь и вижу, что вокруг нашей машины просто толпа народу. То есть это не успевает там доставать продукт из коробочки. И люди кричат, больше одного молочка в руки не давать. И вот это настолько картинка ясно запечатлелась в моем сознании. И это был настолько такой вот кураж. После этого мы проехали по всем городам Ургурской области, дошли себе лидеры. Я напомню, это 98-й год. Ну это не 98-й, это, наверное, когда у нас поменялись цены. Я пыталась вспомнить, ну, наверное, что это до 2000-х. Ну, до 2000-х. Это фабрику открыли. Надо вспомнить, когда открыли фабрику. Все еще такое кризисное тяжелое время в стране. Еще не вышли на рейсы. Все еще людям не платят зарплату. И вот, пожалуйста, да. То есть, ну, это все к чему? К тому, что все равно женщина, она ведь женщина, да. И она красивой будет хотеть быть всегда. И всегда ей нужен будет уход. Хоть казалось бы, да, ну, вот на первый взгляд, что там, может быть, это не вещи первой необходимости, да, но на самом деле это первая необходимость для каждой женщины. Она лучше где-то не доест, но крем она себе купит. Это точно, совершенно точно. И, конечно же, вот это общение, это мероприятие. Я, кстати говоря, вот тоже сейчас обращаю внимание на то, что пока, да, фокус внимания в мире перемещен в другое немножечко русло, между тем у нас снимаются в городах ограничения, и мы можем возвращаться к этому формату проведения мероприятий, каких-то встреч, мастер-классов, потому что не будет требоваться ни ограничения по количеству, ни какие-то там коды, прививки, что-то еще. То есть, ну, в общем, вот у нас опять-таки появляется эта возможность и этот инструмент. Я прям даже, Марин, вот вам первым хотела бы предложить, первым именно в Амурской области, может быть, вам собраться такой лидерским советом вашими лидерами и взять и вспомнить времена и провести мероприятие. У вас по-прежнему все в сборе, у вас и Ирина, и Игорь, и Маргарита, и Светлана, и Людмила, там, ну, то есть большое количество, Алина, да, то есть, ну, на самом деле много у вас таких... Ирина Верхотурова, которая присоединилась к нам. Да, не точно, Ирина Верхотурова, совершенно... И тоже, опять-таки, да, медицинское направление, ну, то есть, это прям вот потрясающе. Мне кажется, что вам прям нужно сейчас взять и договориться и провести мероприятие какое-то прямо вот в ближайшее время. Ну, не только вам, я бы посоветовала это сделать всем городам, потому что вот именно сейчас, да, когда, может быть, мы не будем столько много там ездить где-то друг к дружке, да, ну, по крайней мере, у себя в городах мы можем сплотиться лидерами и начать проводить опять мероприятие. Это было бы просто классно. Вот, и если такой же будет эффект, то это вообще будет супер, а он точно будет. Совершенно. Ну, я хочу сказать, что у нас же проходят еще новое мероприятие сейчас. И вот благодаря вам, нашей технофее, у нас же вот на Новый год, на 8 января, да, у нас тоже была встреча. И самое интересное, никто не хотел уходить, то есть мы планировали на 2 часа, а 5 часов, потому что люди соскучились по живому общению. И хочу еще сказать такой момент, что даже онлайн-наприятия, то есть сейчас мы проводили, у нас закончился вчера марафон, который мы проводили совместно с горячей командой из города Комсомольска-Намурии, присоединившись. Горячие. Они вообще классные, классные. И вот у нас была программа по здоровью. И просто один момент хочу сказать. То есть это все было замечательно, великолепно, прекрасно, девчонки молодцы, наши дэновцы так настолько рассказали про продукт, замечательно, Марина Терехина, как она все это может. И просто вот один момент, то есть получается, после марафона, последний заключительный день, я позвонила своему консультанту и говорю, ну а как вообще вы слушаете? Ну, то есть отзывы не пишете, но хотя бы, может быть, вы слушаете. Она говорит, вы знаете, я так благодарна, что у нее ситуация, ее внука призвали, и он сейчас находится в горячей точке. Она говорит, у меня очень тревожное состояние, и только благодаря тому, что я откликаюсь и слушаю ваш марафон, я как-то поддерживаю себя в этом. Поэтому, чтобы не происходило, все равно людям нужно давать возможность переключаться на то, что жизнь продолжается, сегодня заканчивается. Главное, как сохранить наши человеческие отношения. праздник, тем более, что и сегодня у нас прощенное воскресенье, и в ближайшие дни у нас будет 8 марта. Это прям наш такой легчайший праздник, когда мы можем наполняться энергией, и когда мы наполняемся энергией, тогда отдыхайте, расслабляйтесь, и заряжайтесь, энергия, которую потом вы сможете отдавать не только своему близкому, но и своей структуре, поддерживать в это сложное время. Дай Бог, чтобы все решилось. Конечно, решится, Марина, решится. И, конечно, хочется поддержать всех, правда, наших лидеров, наших консультантов, у кого, может быть, члены семьи имеют отношение прямое, непосредственно к происходящим событиям. Мы все держим кулачки, мы все с вами, и все будет обязательно хорошо. Вот, поэтому... Мы же предприниматели. Да? Нам надо предпринимать ответственность, да, так что надо посмотреть вокруг, кому-то, может быть, больше, чем нам самим нужна помощь. Тем же самым нашим братьям меньшим, о которых мы сегодня говорили, да? Да. И к разговору, кстати, про вот эти высокие вибрации, вы сегодня сказали, что работать именно над повышением вибрации, можно через любовь. Ну, как любовь, да, любовь? Ну, конечно, безусловно, это больше внимания уделять своим близким, вспомнить про то, что, правда, есть семья, причем не только ближайшие родственники, там, муж и дети, да, но есть еще бабушки, дедушки, мамы, папы, двоюродные братья и сестры, то есть, ну, семья вообще, когда вот очень важно быть, вот эти вот семейные узы, есть друзья, с которыми порой мы действительно не видимся, я не знаю, месяцами, годами с некоторыми, даже если они в другом городе, просто напиши, позвони, узнай, и есть те, кому реально вот очень нужна наша помощь, это, это правда, собаки и кошки, которые оказались в непростой ситуации, у которых вот, ну, судьба сложилась не так, как у какой-нибудь породистой британской кошки или какой-нибудь там элитной собаки с длинной родословной, ну, вот они родились без крова, но мало того, что многие из них родились без крова, без друга, там они над ними еще и издевались, и вот их добрые люди забирают в приют, и у нас, кстати, да, у нас есть такой проект замечательный, который мы сейчас начинаем раскручивать, и я думаю, что у нас все получится, хотя, конечно, сейчас очень многое смещает фокус внимания, где-то там, может быть, нет достаточно сил на то, чтобы отдавать свою любовь, но это надо, это лучше, чем, правда, тонуть в куче всякой разной, вот, той информации, которая зачастую просто совершенно непроверенная, идет из разных источников, поэтому, правда, кто хочет присоединиться к нашему проекту, вы можете написать в любом городе, где вы находитесь, директору региона, либо написать, может быть, представителям лиги, региональной, российской, либо просто написать вашему лидеру, структурному, да, вашему директору, и спросить, как я могу принять участие вместе с командой Фаберлип в проекте «Друг из приюта», и вам обязательно ответят, скажут, и будем повышать вибрации вот через вот такую любовь, отдачу и теплоту, которую мы можем дать тем, кто реально сам себе ничего не может сделать, потому что, ну, если человек может, да, как-то себя там мобилизовать и что-то сделать со своей судьбой, жизнью, то животное, ну, вряд ли у него это получится, поэтому, да, совершенно точно. Марин, ну, давайте мы вернемся все-таки в нашу историю, вот тогда прошел этот у вас такой каскад мероприятий, вы так громко заявили о себе, и правильно ли я понимаю, что это и было вот такое начало, да, вашего бизнеса, потому что появилась огромная структура, появились новые покупатели, консультанты, новые лидеры, и уже вот в тот момент вы поняли, что да, Фаберлик – это тот бизнес, который можно, который может обеспечить достойную жизнь, и в принципе, и да, я могу с ним связать судьбу. Это произошло в тот момент или это произошло позднее? Вот расскажите, как вот именно вы уже окончательно убедились в том, что это ваша компания, ваша команда и ваш продукт? Ну, да, скорее всего, это произошло именно тогда, потому что буквально вот мы лето проездили со Светланой, и она мне говорит, что ты там смотри по маркетингу плану, тебе что тоже нужно, чтобы у тебя был без меня какой-то товарооборот, потому что я вот твоя свеча, и поэтому я в этом месяце закрываю директора. И, естественно, тут уже я стала делать больше усилий именно для того, чтобы увеличиться первой линии. И еще так, и Светлана стала, да, директором, и после этого действительно произошло как-то все так настолько быстро, стремительно, то есть когда ты начинаешь верить уже не только в продукт, не только в компанию, но и в себя, в свои возможности, что я же это смогла, и я, если я смогла сделать со Светланой, значит, у меня это получится сделать и с другими, и вот это все стало привлекать определенные события. Мы тогда получали зарплату не так, как сейчас, да, на расчетный счет или с писанием, а у нас была ведомость, где вот расписывали за получение зарплаты. И вот сразу под Светланой была вторая девочка, звали там, ее Елена, и она, расписываясь за свои там 200 рублей, увидела, что у Светланы ого-го, какая приличная сумма. И она говорит, Марина, как так получилось? Я говорю, ну как, вот мы ездили на мастер-классы, я тоже так хочу. И Лена буквально там за три месяца она стала тоже директором, потому что мы с ней точно так же уже ездили по тем, то есть она нашла уже в том городе, где она родилась, в Амурской области, и мы уже там в Белогорске проводили там мастер-классы. Ну и она достаточно быстро сама свою технику и уже самостоятельно без меня дальше продолжала делать женщин красивыми и счастливыми. А потом получилось, что у нас в Хабаровске должно было быть мероприятие. То есть это вот мероприятие тоже очень сильно мотивирует. И там была такая история, что только если для золотых директоров, для золотого директора нужно было чтобы требовало первой линии. Будут приглашены на сцену для вручения самой Марине Ковалевой что-то какие-то подарков и признание. И опять-таки вот аффирмации Симарон что-то такое помогло. То есть я об этом думала и посылала посыл во вселенную. Тут у меня приехала дочка и получилось так, что она пригласила вернее она пошла в больницу детскую и встретила мою знакомую а знакомая занималась золотым кольцом такая была что-то типа пирамиды нужно было друг за другом какие-то деньги собирать и так далее и она говорит так, я сейчас снимаю позвоню мне нужно как раз студии которые будут участвовать в моей цепочке она говорит так, слушай такая тема вообще классная давай присоединимся и говорю да нет спасибо у меня достаточно все хорошо и стабильно а чем ты сейчас занимаешься то есть это тоже там кризис какую-то не всех все стабильно хорошо тут она узнает что все стабильно хорошо ну вот компания и она говорит так, я к тебе сегодня приезжаю она приехала взяла коробку продукции говорит я ничего про нее не хотела скажу что про это говорить самое главное то что это единственная кислородная косметика что у нас первую берут кислорода аквафтем а все остальное смотрела коробочка есть ты можешь по этой коробочке прочитать что там написано с обратной стороны и она буквально через час приезжает дает мне пачку денег то есть она поехала в организацию и буквально читая с обратной стороны что этот крем какие действия производит но это тоже девочки которые нужны были деньги то есть на это время она была с маленьким ребенком у нее была одна единственная платьица которая она даже выбирала между тем что купить ей билет на автобус или булку хлеба вот такие были тяжелые времена и она буквально за месяц сделала директора но это уникальная история потому что пример того что когда человек очень хочет ему надо и он видит эту возможность той компании с которой пришла можно сказать не случайно да эта информация и можно достигнуть таких результатов у Марина сейчас есть в компании тоже случаи когда люди делают очень быстро высокий статус директора это не только было в те времена когда было тяжело но и сейчас тоже правда сейчас в основном это делают с помощью конечно всех современных коммуникаций вот эти онлайны все но тем не менее это делают и делают люди которые начинают вообще онлайн осваивать буквально с нуля ничего не зная абсолютно разного возраста это не только молодежь делает поэтому это возможно поэтому да я охотно охотно верю конечно и понимаю что такие случаи могут быть в нашей компании ну а дальше вот я уже говорила что скорее всего вот окончательное решение все-таки сформировалось после того как я приехала на золотую сессию в Литках когда я увидела масштаб страны когда я видела тех преподавателей которых пригласили для того чтобы нас обучать мы вот только заплатили за дорогу а все проживание все обучение было за счет компании и это было настолько классно а еще мы познакомились со своими земляками то есть тогда получается что с Алисой Виловой я хотела спросить мы еще начали дружить с Хабаровска когда вот в Хабаровске был первый раз встреча слет я сразу обратила внимание на эту яркую эмоциональную красивую девушку а когда мы с ней в Литках уже жили вместе в номере вот тогда мы наверное вообще очень плотно сдружились и вот то что историю рассказывала про Тоню которая президент только единственная у нас там же было продолжение истории вот это тоже было на этих сессиях и мы когда с ней уже вместе после вот этой игры идем на обед по дороге я спрашиваю слушая кто у тебя наставник она говорит у меня наставник с Новосибирска говорю у меня с Новосибирска а как ее зовут Ирина Парватова говорю и у меня Ирина Парватова и мы с ней в эмоциональном таком восторге сестра это же сетевая сестра и уже к ужину уже такие слышим где-то там информация представляешь как хорошо что мы здесь собираемся здесь две сестры нашли друг друга то есть не все поняли что это именно сетевая семья вот и Тонечке кстати тоже принадлежат такие слова она говорит а я знаю для чего нас начали собирать всех вместе для чего для того чтобы мы друг друга влюбились и не расставались чтобы нам было комфортно работать вместе то есть сначала нас влюбили в продукт потом влюбили в нашу друг друга да и вот это наверное был вот тот как раз момент когда я поняла что я точно буду здесь потому что много было предложений от других сетевых компаний но я всегда говорю что я во-первых патриот что наша российская компания и конечно же что бы ни происходило я знаю что соломки нам подстилят так что продолжаем работать Мариночка ну я очень благодарю на самом деле честно говоря хочется опять сказать второй раз что ой у нас ничего не записалось чтобы завтра с вами начинала каждое утро с разговора с вами настолько это классно и каждый раз по-новому оказывается вроде как разговариваем и вопросы очень похожи и темы какие-то даже вы рассказываете а все равно столько нового столько интересного и правда от вас вот какой-то такой невероятный свет идет что ну вот правда вот как-то полная уверенность что все классно все хорошо все все благополучно будет точно поэтому спасибо за это ну и в конце что еще хочется попросить чтобы какое-то пожелание нашим наверное больше даже девушкам потому что мы с вами вот накануне прям у порога стоим 8 марта праздника такого женского который всегда наши девочки ждут потому что любят внимание потому что любят цветы ну и наверное что-то какое-то пожелание именно вот такое женское от феи к феям будущим если можно да ну на самом деле к настоящим феям потому что именно женщины создают эти высокие вибрации отвечают за них и самое главное за вибрацию любви поэтому я вам всем очень желаю чтобы в первую очередь вы любили себя а наполнившись этой любовью щедро раздавали ее всем кто рядом с вами хочу пожелать чтобы у вас было женское счастье что такое счастье женское каждый понимает по-своему главное чтобы оно было найдите то что вас вдохновляет и как можно чаще возвращайтесь к этому и рассказывайте об этом тем кого вы любите мы говорили еще вчера с Евгением о том что один из моментов который вдохновляет это обязательно в день поставьте себе такую задачу что как минимум трем людям позвонить и сказать комплимент или поговорить с теми позвонить тем людям которые вас вдохновляют вдохновиться о них и дальше нести любовь красоту наслаждение и вот эти высокие вибрации вот так что я желаю вам высоких вибраций и чтобы поскорее все восстановилось и вернулось в русский нормальный самое главное самый главный мир да спасибо огромное я конечно я конечно же это пожелание принимаю тоже для себя потому что я тоже девушка и мне тоже очень ценно такие желания поэтому спасибо огромное я вот наверное от всех девочек фаберлик благодарю вас за эти слова за эти за этот посыл нам мне по телефону сказал ну вот я тебе там приятную новость говорю все галочка засчитана говорю очень новость приятная и знаете на самом деле это столько хороших новостей люди находят хорошие поводы хорошие новости приятные вещи и конечно вот наверное лучше об этом говорить сейчас и я тоже всем желаю накануне праздника чтобы мы помнили о том что сила мысли это великая вещь и транслировали только такую знаете прям внутреннюю силу уверенность уверенность в компании уверенность в себе уверенность в стране в своих замечательных земляках в нас в нашей замечательной сильной русской нации которая во все времена была отличалась благородством силой отличалась таким характером и все у нас будет хорошо мы справимся с любыми моментами вот ну что уж да вчера вот Ирина с Молерова вечером разговаривали она говорит слушайте вспомните два года назад когда шарахнула пандемия и мы все бегали вот так вот волосы все на голове шевелились что же делать все пропало все кошмар кошмар и она говорит ну тогда казалось что это просто конец света сейчас вспоминая эти события стоя там сейчас в другой совершенно ситуации кажется что ну ребят ну справились же все нашли возможности использовали ту ситуацию для нового опыта для обучения нового освоили онлайн освоили какие-то новые технологии работы и все получилось и вот давайте да я тоже хочу пожелать нашим женщинам особенно женщинам страны фаберлик потому что вместе мы сила и давайте транслировать вот эту силу транслировать всегда утром улыбнулись договорились о том что с собой договорились что я сильная я красивая и все будет хорошо и когда каждая сделает это мы действительно вот только так наверное сможем как-то повлиять вот этой внутренней энергией этой верой на любые ситуации и все будет благополучно вот Марин ну еще раз вас благодарю хочу с вами снова увидеться честное слово прям вот не могу но я понимаю что мы в конце марта то в любом случае свидетельствуем да вот поэтому друзья присоединяйтесь к нам но я бы с вами с удовольствием как можно чаще встречалась и в эфире тоже поэтому давайте об этом подумаем спасибо хорошая для всех ну все хорошего дня с наступающим праздником хорошего выходного все Мариночка до свидания спасибо